Девочки, девочки, подождите меня! Мне на роликах за вами не угнаться! Еще и сумка тяжелая! Эй! Не торопись! Встретимся у бассейна! Так, малыши, шапочки я вам выдала. Вот ведерки, лопатки, играйте в песочнице. А мы пока будем у бассейна. Фу, наконец-то добралась до вас. Ой, а это у тебя что такое? Девочки, это самое интересное. Это бурлящая бомбочка для бассейна. Давайте быстрее разденемся и болтых в бассейн. С пузырьками, с пеной и с шипучками. Здорово, правда? Ммм, ух ты, я люблю такие штучки. О, я буду ведерком играть. Эй, ты что, я буду ведерком играть. Ты? А почему ты? А куда я буду копать? Ну хорошо, хорошо, давай по очереди. Но я первая. О, давай, договорились. Только ты недолго там. Я тоже хочу. Ну что, девочки, бросаю. Ну кто со мной? Ух ты, здорово. Как же здесь круто. Девочки, ну что вы? Здесь сейчас будет столько много пены. Уху. Иду, иду, иду. Уху. Вау, круто. Ой, кажется, я воды наглоталась. Ой, как у вас там здорово. Я скоро присоединюсь. Ну вот, я и готова. Девочки, я иду к вам. Раз, два, три. Уху. И правда, просто супер. Хе-хе-хе. Уху. Я тогда пока буду просто копать. Раз ты мне ведерко уже полчаса не даешь. Не выдумывай. Я только-только его взяла. Ты копай, копай. Может, что интересненькое откопаешь. Откопаешь. Ага. И что тут можно откопать? Интересненького. Интересненькое. Если только мусор какой. И все. Жадина ты. Говядина. О, говядина. Смотри, что я нашла. Ух ты. Быстрее. Надо быстрее откопать. О, что это? Ух ты. Давай, иди помогай. Ого-го себе. Лоу-сюрприз. Лил Систерс. Эй, это ты там специально брешь? Чтобы я прибежала, а ты у меня ведро забрала. Или ты и правда что-то нашла? О, ничего себе. Шарик лол. С малышом. Как он здесь оказался? Ой, и правда здесь нарисован какой-то малыш. Девочки, девочки. Мы там малыша нашли. Запакованного. Что? Запакованного малыша? Где? О, девочки, и правда там малыш. Его нужно срочно открыть. Привет, друзья, девочки и мальчики. Сегодня у нас вот такой вот шарик лол-сюрприз Лил Систерс. Наши малыши откопали его в песочнице. И, я думаю, нужно его открыть и посмотреть, что же там за малыш внутри. Так, смотрим, что тут. Rock out. Такая вот наклеечка. Смотрим дальше. Что же за малыш нам попадется? Очень-очень хочется уже посмотреть. Так, это у нас малыш оригинальный. И он умеет? А, у него звездочка, что ли, да? Меняет цвет в воде. Ага, прикольно. Посмотрим дальше. Так, ну что, открываем. Та-дам! Где же наш малыш? Он, наверное, в самом большом вот этом пакетике. Ну, вот такой пакетик и какой-то маленький. Малыш, это не малыш. Это сумка? Это сумочка для малыша. Ух ты, смотрите, какая прикольная. Со смайликом, с сосочкой. На шнурочке вот такая вот сумочка. Рюкзачок, точнее, даже рюкзачок. Так, ну ладно, ищем малыша. Малыша-то мы сегодня не берем. Надеюсь, не забыли нам его положить. Вот, это малышка. Малышка с розовыми волосами. С одним закрытым глазиком. Прикольная. Так, сажаем ее. И открываем еще два пакетика у нас есть. Два пакетика сюрпризов. Так, в этом пакетике у нас... А, колечко. Колечко для вот этого шарика. Оп. Вот так. А во втором пакетике что? Сейчас узнаем. О, микрофон. Прикольно. Аксессуар этого малыша. Микрофон. Здорово. Давайте посмотрим, кто же нам попался. Это малыш серии конфетти поп. Так, где малыши? Вот здесь наши малыши. И у нас... Ага. И нам попалась малышка Лил Гранч. Прикольно. Ну что, друзья. Вот такой малыш откопался в нашей песочнице. Интересная куколка. Интересная малышка. Ну что, ребят. Подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки. И смотрите новые мультики. Пока-пока. О, привет, малышка. Как тебя зовут? Это мы тебя спасли. Откопали. Меня зовут Лил Гранч. А давай с нами в песочнице копаться, а? Лил. Не, я петь люблю. Давайте вы будете в песочнице копаться, а я вам песенку спою. Ну что, ребята. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки. И смотрите новые мультики. Пока-пока. Сейчас спою. Единорожка, а мне вот интересно, почему все время мы с тобой дежурные и поливаем цветы возле школы? Не знаю, Супер Би-Би, я вообще не понимаю, зачем нужны эти цветы? Для того, чтобы их все время ходить и поливать? Ну да, сомнительное удовольствие насажать цветов и ходить потом все время их поливать. Ну да, ведь если цветы нужны просто для красоты, можно было какую-нибудь картину нарисовать или памятник поставить. С ним ничего делать не нужно и поливать не надо. Стоит себе, застоит. Ой, Супер Би-Би, осторожно. У тебя на цветок села пчела. Смотри, чтобы не укусила. Ой, точно, пчелка. Какая она симпатичная. Ай, Супер Би-Би, ты что, пчел не боишься? А если она укусит? Единорожка, ну не знаю. Мне кажется, если ее не трогать, она быстренько соберет свой нектар и улетит в свой улей делать вкусный мед. Что? Пчелки собирают нектар цветков и делают из него мед? А, Супер Би-Би, так вот зачем нужны цветы? Чтобы пчелки делали из них мед. Ой, ну и правда. Если бы не было цветов, пчелкам было бы не из чего делать мед. А мед я люблю. Он очень вкусный. Вот бы посмотреть, как его делают и как вообще живут пчелки в своих ульях. Ой, смотри, смотри, пчелка куда-то полетела. Давай за ней прослетим. Вдруг она приведет нас в свой улей. Бежим, бежим скорей. Ой, мы что, ее потеряли? Да нет, нет, вон она туда полетела. Ох, ух ты. Единорожка, ага. Смотри, какая интересная тетя в какой-то шапке. Тетенька, а тетенька, а вы не видели, куда пчелка полетела? Нам нужно за ней проследить. Здравствуйте, девочки. Конечно, видела. Это моя пчелка, и она прилетела к себе в улей. А я Барби-пчеловод. О, так вот значит, где живут пчелки. Да-да, вот это и есть улей с пчелками. Девочки, а вас как зовут? И зачем вы хотели проследить за моей пчелкой? Меня зовут Единорожка, а это Супер Би-Би. Мы хотели узнать, как пчелки делают мед. Мы поливали цветы и увидели вашу пчелку. Она собирала с них нектар. И нам так захотелось узнать, как же они мед делают, что мы побежали за ней следить. А тут вы. Если вы Барби-пчеловод, расскажите нам и покажите, пожалуйста. Ну, если вам так интересно, то, конечно, расскажу. Вы, наверное, обратили внимание на мою шапку. Эта шапка защищает меня от пчел. Они хоть у меня и добрые, но непредсказуемые. А еще у меня вот такие вот очень плотные перчатки, чтобы доставать мед из улья. А сам мед хранится вот в этих сотах. Пчелки собирают нектар, а потом складывают мед вот в эти соты, из которых я его и беру. И накладываю в баночки. А можно я посмотрю поближе? Они меня не укусят? Конечно, можно. Одень на всякий случай мою шапку. Эй, пчелки, покажите мне, как вы делаете мед. Очень интересно. Ой, а теперь моя очередь. Пчелки. Как тут все здорово. Ой, Барби, по-моему, ваши цветы немножечко подвяли. Может, нам их полить? А? Ой, и правда. А я-то думаю, что мои пчелки стали разлетаться. Они, наверное, ищут свежие цветы, ведь эти слегка подвяли. Хорошо, девочки, если вы мне принесете водички и польете мои цветочки, я вас угощу вкуснейшим медом моих пчелок. Вкуснейшим медом? Ням-ням! Бежим скорее за лейками! Супер, Биби, а ты ничего не забыла мне отдать? Чуть шапки не убежала. Растите, растите, цветочки. Большие, пышные и красивые, чтобы пчелки смогли сделать очень много меда, вкусного и полезного. Да, точно, ведь мед не только вкусный, но и полезный. Я когда заболею, мне мама всегда делает горячий чай с медом. И я быстро поправляюсь. Ой, девочки, большое вам спасибо. Вот вам вкусный, вкусный мед. Держите, только много сразу не ешьте. Он полезен по чуть-чуть. Спасибо, спасибо большое, Барби. Все рассказала, показала и медом угостила. Ну что, Супер, Биби, бежим домой, попьем чай с медом. Ой, нужно еще лейки обратно отнести. Ну что, ребята, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дуринелка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока, пока. А вы любите мед? Привет, друзья, девочки и мальчики. И сегодня у нас вот такой вот плейсет от Барби, Барби Пчеловод. Этот плейсет из серии Барби ты можешь стать кем захочешь. И вот эта Барби стала у нас Пчеловодом. Что ж, давайте откроем и посмотрим, что же у нас есть в этом замечательном наборе Барби. Вот такая вот стоечка с цветочками, с бутылочкой меда, с пчелиным ульем. Смотрите, здесь крутится вот такая вот стоечка. Так, давайте откроем дальше и посмотрим. Так, это у нас что? Вот такой вот это, наверное, кассовый аппарат по продаже меда. И устанавливается он вот сюда. Так, смотрим дальше. Оп, а дальше у нас сама наша Барби Пчеловод. Посмотрите, она вот в такой вот шапке, которая не дает пчелкам укусить нашу Барби за лицо. Такая шапка с сеточкой. Еще у Барби вот такие вот перчатки, смотрите. Такие большие толстые перчатки. Такая кофточка с пчелками, джинсы и вот такие вот коричневые ботиночки. Посмотрите, в наборе даже есть сами маленькие пчелки. Маленькие-маленькие пчелки, которых можно прикрепить вот сюда. Здесь есть специальное отверстие для этих пчелок. как я уже называла. Есть мед, баночка в виде мишки с медом. Такая касса дисплейная. Сам улей. Так, посмотрим, что есть у нас еще. О, смотрите, здесь есть вот такой вот шкафчик, который открывается и закрывается. А, еще вот здесь, смотрите, есть вот такая вот штука. Это сами соты, в которые пчелки складывают мед. Именно отсюда Барби собирает мед, а потом продает их. А пыльцу пчелки берут вот с этих цветочков. Вот такой вот плейсет Барби пчеловод. Какой большой и интересный шарик Лол Сурпрайз. Я еще такого не видела. Здравствуйте, девочки и мальчики. Как вы знаете, совсем скоро наступят каникулы и мне захотелось в сегодняшний урок немножко с вами поиграть. Ура! Игра вместо урока. Это здорово! Ну да, но игра не простая, а математическая. О, а вот он и подвох. Не игра, а сплошная математика. А победитель в этой игре получит вот такой диспенсер с конфетами и школьными принадлежностями. О, вот это уже интересненько. Давайте играть. Я люблю призы. Ага, только с твоими оценками по математике призы тебе не светят. Ха-ха-ха-ха. Да-да, по-моему, диспенсер будет мой, ведь я самая умная в этом классе. Ой, так, девочки, мальчики, не спорим. Сейчас начнем игру. Подождите чуть-чуть. Фу, достало. Ух ты, а что это? Какой большой и интересный шарик лол-сюрприз. Я еще такого не видела. А это, ребята, будет наш таймер. Я буду задавать вам вопросы, а вы должны будете ответить, пока оттуда не выскочит сюрприз. Кто опоздал, тот не успел. Итак, тачдаун. 6 умножить на 4. Ой, быстрее, 6 умножить на 4, 6 умножить на 4. Не успела. Но я знаю правильный ответ. 6 на 4 будет 24. Тачдаун. Правило есть правило. Ты не успела. Итак, Супер Би-би, 7 на 3. 7 на 3 будет 21. Молодец, правильно. Ой, и ты успела. Итак, Фрэнк, 5 на 9. Не успел. Я даже подумать не успел. Но я и ответа правда не знал. Ну и ладно. 6 на 8. Гоу-гоу-квинн. 6 на 8. 6 на 8. Ой, и я не успела. 6 на 8. 48. Гоу-гоу-квинн. Могла бы и побыстрее отвечать. Очень легкий вопрос тебе попался. Супер Би-би, ну это кому как. А мне нужно было хотя бы минуточку подумать. А она пабах и выскочила. Итак, 4 на 8. 28. Ой, нет, 32. Будет 32. Итак, у нас у Супер Би-би и у тебя по одному баллу. Теперь между вами еще устроим викторину, чтобы определить победителя. приз у меня 1. Супер Би-би 9 на 9. 9 на 9. 9 на 9. 9 на 9. 81. 6 на 6. 6 на 6. 36. Я не успела. Девочки и мальчики, поздравляем нашу победительницу. Супер Би-би получает вот этот диспенсер с конфетами и школьными принадлежностями. Молодец! Молодец! Спасибо! Спасибо! Большое спасибо! Всегда знала, что хорошо учиться пригодится! Ребята, вы не расстраивайтесь, у меня здесь много конфет. Подходите, я со всеми поделюсь. О, Супер Би-би, так ты не только умная, а еще и добрая. Дай мне конфетку. Конечно, Фрэнк, сейчас угощу. Ну что, ребята, вот такая игра сегодня была у нас в школе Куколоклоу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! И напишите нам в комментариях, а вы участвуете в каких-нибудь конкурсах или викторинах в школе? А может быть, вы уже были на какой-нибудь Олимпиаде? Напишите, пожалуйста, нам очень интересно! Всем привет! Привет, друзья, девочки и мальчики! И сегодня у нас вот такая вот штуковина Лол Сюрпрайз Электронная Игра Очень интересная новиночка Нажми и получишь сюрприз, да? Как играть? Ага! Чтобы играть, нужно ее открыть, да? Тоже так думаете? Давайте мы ее откроем и посмотрим, что же это за электронная игра Что такое новенькое придумали производители куколок Лол Так, а как ее открыть? Ага, по-моему, мы нашли Как она открывается? Нажми на сюрприз Такая вот инструкция А, вот, смотрите, там Ага, вот что там внутри Очень интересненькое Так, давайте все-таки мы ее откроем Ой, смотрите, вот этот шар Шар Лол Сюрпрайз Ага, О, здесь батарейки Динамик И кнопочка Волшебная кнопочка включения-выключения Так, есть ли там что-нибудь еще? А все Там абсолютно пусто Ну что, очень интересно, как можно играть с вот таким вот шариком, да? Здесь есть вот какая-то такая резиночка Сейчас мы ее отсюда уберем Ой Ку-ку Такая маленькая, красивая, смотрите Девочка-куколка Так, здесь какая-то бумажка Бумажку мы убираем А девочка у нас вот так вот прыгает Смотрите Оп Ну она почему-то А, во, все Так, давайте закроем А здесь нужно включить И что? Это кнопочка? Нет Нет Почему не работает? Итак, друзья, минут через пять моих мучений включать эту штуковину до меня наконец-то дошло, что тут нет батареек Представляете? Сюда нужно вставить три бизинчиковые батарейки И Игра должна уже наконец заработать Ну что, все готовы? Включаем Ой-ой-ой-ой Прикольно Давайте еще раз попробуем Девочки, а что вы мне такое тут принесли? А? Как что? Это еда для единорога Ешь! Вот это? Девочки, вы что, серьезно? Ух ты, смотрите, какая штуковина А что это? Пупси Флайм Сюрприз Хм, какой-то сюрприз А, может это она? Разверните здесь А внутри десять магических сюрпризов Это просто здорово Хм, ну откуда бы это здесь взялось? Мейк Юникон Топ А, тут что-то про единорожку написано Мейк Юникон Топ Ну вот опять Все самое интересное единорожке Так не честно Эй, ну ты куда? Как это куда? Пойду искать единорожку Пусть рассказывает и показывает что это за десять сюрпризов Ух, как интересно Интересно, она вообще дома? Тук-тук-тук Единорожка Ты дома? Хм, по-моему никого нет Слушай, а если единорожки нет может мы сами откроем, а? А потом ей расскажем что-то Да ты что, так же нельзя Пойдем ее поищем Она должна быть где-то здесь Я ее утром видела по-моему у бассейна Девочки, девочки, Ой, я что-то накупалась тут с вами Пойду дойду до магазина Когда плаваешь столько энергии расходуется Сразу кушать хочется Пойду куплю что-нибудь перекусить Оп Прэшес, Прэшес, ты случайно единорожку не видела? Нам она очень-очень нужна Аааа, видела Она только что ушла Только что ушла? Аааа, а куда, она случайно не сказала? Ой, вроде бы сказала В магазин пойдет Ага, значит идем в магазин Спасибо, до свидания. Привет, единорожка, ты что, не здороваешься? Ой, привет, извини, я тебя не заметила. Спешу домой, хочу перекусить. В бассейне так наплавалось. Сейчас слона бы съела. Ну давай, пока, я пойду. Она должна быть где-то здесь. Единорожка? Ну где она? Как сквозь землю провалилась. Вероника, ты что, единорожку ищешь? Ага, а ты знаешь, где она? Ой, ну где не знаю, но сказала, что домой пойдет. Спасибо, вот рожка неуловимая какая. Нет, домой еще не пойду. Зайду на площадку для домашних животных. Я купила вкусный корм для кошечек. Нужно им отнести, они тоже хотят кушать. Кошечки, у меня для вас сюрприз. Тук-тук-тук, единорожка, открывай, я знаю, что ты дома. Открывай. Прячется от нас и не открывает. И где она может быть, неизвестно. Бэби-дол, Бэби-дол, ты тут давно стоишь? Может ты единорожку случайно видела, а, Бэби-дол? Единорожку? Ага, видела. Я ей сейчас вижу. Она вон там, на площадке для домашних животных. Вон там. Привет, единорожка, мы тебя ищем с Вероникой целый день. Ты где все бродишь? Ой, не знаю, везде. А что случилось? Как что? У тебя у дома стоит огромный сюрприз. Написано сюрприз для единорогов. Давай, рассказывай свой секрет. Что это такое? Секрет? Единороги? У дома? Да, девочки, нет у меня никаких секретов, никаких сюрпризов. И вообще. Ой, в животе уже урчит. Я пойду домой, ладно? На, единорожка, рассказывать не хочешь? Ну погоди, стой. Да мне нечего рассказывать, ты что? Ух ты, а что это такое? Ну вот, а я тебе о чем? Смотри. Мэйк, Никон, Поп. Что-то там делать для единорогов. А ты единорог. Давай, открывай, тебе можно. Я уже сгораю от любопытства вся. Не пускает. Ну и ладно. Обидеться придется. Сюрпризы она открывать с подружками не хочет. А, ну единорожка. Ну единорожка. Что опять единорожка? А, так вы все здесь. А что меня не зовете? Весь город оббегала. Ну что, единорожка, давай открывай, рассказывай. Ой, девочки, да я сама не знаю, что это. Ну раз написано для единорога, может быть мне прислали. Хотя сообщений никаких не получала. Ну давайте откроем и узнаем, что же там внутри. Ура, ура, давай быстрей, быстрей, быстрей. Привет, друзья, девочки и мальчики. Сегодня у нас вот такая вот интересная коробочка, которая называется Popsie Slime Surprise. Make Unicorn Pop. Дословный перевод, конечно, звучит не очень, но можно сказать, мы сейчас будем делать еду для единорога. Но это не только еда, но и то, что происходит после еды. Можно так сказать попроще. Вот, в этой коробочке нам обещают 10 магических сюрпризов. Так, для этого ее нужно открыть, да? Так, а там... Вот. Unroll here, start here. Start здесь. Так, ну что, на старт. Погнали. Оп. Ух ты, смотрите, Unicorn Food, еда единорога. Вот в этом пакетике, как я понимаю, находится еда для единорога. Давайте его оторвем. И посмотрим, что же кушает наш единорог. Единорог кушает еду для единорога. Все. Все идеально и просто. Так, открываем дальше. Опа, а дальше у нас... У-у-у-у... Так. Магия единорога. Магия единорога. В пакетике магическая какая-то штучка. По-моему, это штучка для того, чтобы менять цвет. Сейчас мы посмотрим, может я ошибаюсь, можете меня поправить. Так, это еда. Это единороговая магия. Так, откроем дальше. Оп. А тут какой-то пакетик такой интересный. Сюрприз. Ой, какая-то бутылочка. Ой, какая-то жидкость. Жидкость с каким-то вкусным или невкусным запахом. Потому что, судя по колпачку, это похоже на рог, кстати говоря. Так, ладно. Обратите внимание, да, большая такая баночка и налили одну третью часть жадины. Жадина, говядина. Так, открываем дальше. Оп. Так, крышка. А здесь Магик Спун. Еще один пакетик. Оп. Магик Спун. Какая-то ложечка, что ли. Ой, вот такая вот, да. Смотрите, крутецкая штуковина. С единорожкой. Все положено серебряного цвета. Здорово. Так, а в самой баночке-то есть что-нибудь? Оп. Надеюсь, я правильно делаю. О, уху. Ничего себе там еще пакетиков. А, они? Это они просто такие большие. Я думаю, там целая банка пакетов. Раз. Два. Три. Три пакета. И бумажки. И все. Туда вам наш бокс пустой. Так, бумажки. Это у нас бумажка с инструкцией. Если мы чего-то не поймем, мы обязательно сюда заглянем. А это у нас, получается, коллекция. Ту-ту-ту-ту-ту-тум. Так. Вот, по-моему, эти брелочки. Брелочки на ключи. Баночки для коктейлей. Так, 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 так. Ну что, будем открывать. Опа. Вот такой вот стаканчик. Пупси. Пупси, стаканчик. Как тебе открыть? Вон, открывается, да. Оп. Просто такой стаканчик пластмассовый. Спасибо. Спасибо, стаканчик. Открываем. Второй пакетик. Оп. Ой, смотрите, какой прикольный. Какао, у меня такие глаза с ресницами, смотрите, крутые. Так, и тут вот в этом брелочке открывается вот такая штучка, и там можно хранить эту слизь. То есть ее можно складывать, закрывать, и с ней там ничего не произойдет, можно потом доставать и опять ей играть. Оп. О. Мирный стаканчик. Здорово. Так, мы имеем вот такой стаканчик с вами, вот такой стаканчик, и вот такую штуку для хранения слизи. А, ага, нет, еще у нас с вами есть вот такая вот еда, вот такая вот магическая штучка, и вот такая вот ложка. А, еще есть вот такая вот жидкость. Так, из этого всего нужно что-то сделать. Сейчас попробуем. Так, для этого нам пригодится инструкция, нужно взять вот этот вот стаканчик. Так, вот у нас 15 миллилитров водички, и наливаем это вот туда все. Так. Так, открываем вот эту штучку. Ммм, она, кстати, так круто пахнет. Берем, эээ, Unicom Food. Единороговую еду. И высыпаем ее вот сюда. А, чуть-чуть ошибочка вышла. Нужно делать-то не здесь, а вот здесь. То есть нужно отмерить, налить вот сюда. Там у нас уже что-то произошло. Смотрите. Так, теперь сказано, это все нужно переболтать. Сейчас мы это все перемешаем и посмотрим. Итак, друзья, ее нужно было перемешать и охладить 10 минут. Мы все перемешали, все охладили, и у нас получилась вот такая вот... Фу. Вот такая вот слизь. Так. Теперь, судя по инструкции, в эту штуковину нужно насыпать магический пакетик наш. Так, давайте мы его откроем. Вот наш магический пакетик. И насыпем. У-у-у, магия уже выходит у нас из пакетика. Видели, да? Магическая магия. Берем этот слайм. Смотрите, наш слайм стал такой блестящий, перламутровый какой-то. Из-за этого магического порошка. Вот, ну ладно, закончим со слаймом. И его нужно, конечно, еще немножко охладить, потому что он у нас такой еще тепленький, поэтому свойства свои особо не приобрел. Он у нас почему-то ломается. Вот, а так, в принципе, прикольный, мягкий такой слаймик. Давайте мы его уберем вместо для его хранения. Хранится слайм вот здесь, вот в этом брелочке. Опа! И закроем его крышечкой. Ну вот, такой вот пупси слайм сюрприз. Ну что, друзья, девочки и мальчики, понравилась вам наша игрушка пупси слайм сюрприз? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новое видео. Пока-пока! А мы, наверное, пойдем сейчас кормить единорожку вот этим, как обещают производители вот этой вот игрушки, что единорог вот это ест. Ай, какой приятный аромат! Единорожка, можно я подушусь, а? Можно? Девочки, а что вы мне такое тут принесли, а? Как что? Это еда для единорога. Ешь! Вот это? Девочки, вы что, серьезно? Может, это для какого-то другого единорога? Или единорожки? Фу, я не буду это есть. Вы что? Единорожка, ну для какого-то другого? Ты единорожка, вот и ешь, а мы посмотрим. Фу, да ну вас, девочки! Что я, слайм буду кушать? Пойду лучше чай с конфетами поставлю. Думаю, и вы не против будете. А то после такой еды не знаю, что и произойдет со мной. Ну что, девочки, мальчики, пока-пока! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока! Вы-то ведь знаете, что это еда для большой единорожки. А девочки чуть меня не накормили, фу, гадость какая!